Всем привет, друзья! Сейчас я вас научу создавать любые отверстия на сфере без артефактов. Данный принцип можно применять не только на сферу, но и на другие кривые поверхности. Давайте приступим, все лишнее я скрою. Перейду на фронтальный режим, добавлю куб. Shift-A, Mesh, Cube. Применю на данный куб модификатор Subdivision. Нажму Ctrl-2, Shade Smooth, правая кнопка мыши. И данный модификатор нужно применить. Нажму же курсор на серую область, нажимаю команду Ctrl-A. Теперь еще раз куб выделяю. Ctrl-2, снова накидываю Subdivision. И у нас получился сглаженный куб. Нам нужно создать из него идеальную сферу. Добавляю модификатор каст, можете его в поиске найти. И у каста проверить, чтобы был параметр сфер. Фактор меняю на единицу. Таким образом куб деформируется и получается идеальная сфера. Теперь данный куб я переименую. Пускай будет Fix. Теперь скопирую его Shift-D. Обязательно Escape. И переименую этот куб, будет у нас главным. Fix пока скрою. Теперь у данного куба мы будем создавать отверстие. Теперь я в объектном режиме создаю Mesh Circle. Делайте 8 сегментов. Переключусь на вид сверху. GY. Вытащу этот Mesh. И немного отскейлю. Покажу сетку через Viewport Overlays Wireframe. И я хочу, чтобы вот эти точки, они у меня были примерно на одном уровне. Приближаюсь максимально. Примерно так. Теперь выделяю сферу. Таб режим редактирования. И через Control выделяю вот этот контур. Нужно еще попасть. Вот попал. И если у вас не получается никак выделить, тогда можете это сделать вот из такого ракурса. У вас точно получится. Вот. Режим редактирования. Выделил контур. Теперь снова возвращаюсь на фронтальный режим. И, значит, есть команда Mesh и Knife Project. Эта команда позволяет создавать разрез по сечению. Сечением является наш сёкол на 8 сегментов. У меня это горячая клавиша. Control, Q. Нажал. Вот. Создалось сечение. Теперь, пока полигоны выделены, нажму XF. Объектный режим. Выделю этот объект. Он больше нам не понадобится. И XD. Теперь. Здесь у нас получились вот такие неприятные точки. Их нужно объединить. Объединяйте вот в эту точку. Потому что она является точкой от нашего восьмигранного отверстия. Выделяю вот эти точки. Вот так. Последнюю эту. M. At last. Теперь. Здесь. Раз, два, три, четыре. Shift R. Нажимаю. Это повторяет команду at last. И так далее. Раз, два, три, четыре. Shift R. Так. Проверяю. Всё. Выделил. Теперь нам нужно на данный куб добавить модификатор в Solidify. Отключу отображение сетки. Добавлю модификатор в Solidify. Cast, кстати, отключу. Не хочу им пользоваться здесь. Подниму Solidify выше. Обязательно это сделайте. Теперь. Event Thickness и Only Rim. И добавлю толщины. Event Thickness позволяет вам выдавливать равномерно по всей площади сферы. Кнопка Only Rim позволяет вам убрать все внутренние полигоны. Если включить отображение нормали, Face Orientation, то мы видим, что Only Rim на это влияет. Отключу. Так, и кстати, мне не очень работать с метрами, если вам тоже, потому что я не люблю работать с сотками, с тысячными. Мне проще работать вот с такими более целыми числами. Вкладка Сцен. Здесь есть раздел Lens. И вкладка Миллиметр своставляете, если хотите. Так, теперь. Значит, у нас есть Solidify. Мы его применяем. Теперь я хочу добавить Bevel. Поставлю вес. И здесь. Как нам быстро выделить все вот эти полигоны по кругу? Вручную не хочу. Есть команда Select. Select Similar. И Face Angle. Это ребро между двумя полигонами. Угол 90 градусов. И эта команда выделяет все подобные полигоны. Вот она их выделила. Теперь я иду вкладку Item. И накидываю вес сюда. Теперь вкладка Geometry. Clamp отключаю. Loop Slide отключаю. И уменьшаю нашу фаску через Shift. Перейду в отображение сетки. У меня это Shift Z. И Bevel, кстати, сверху накину вот так. Посмотрю, какой у нас размер фаски будет. Лучше это сделать без SubDiva. Так. Вот. Подкручиваем значение. Примерно пусть будет вот так. Включаю SubDiv. И у нас получается вот такой результат. Сейчас здесь две проблемы. Это у нас то, что-то кубическая сфера. И вторая проблема здесь. Шейдинг плохой. Вот посмотрим на маткапе. Вот он искажается. Верну маткап. И теперь самая настоящая магия. Это добавляем модификатор. Шерингвраб. И выбираем наш фикс через пипетку. Так. Первую проблему мы решили. Сфера стала теперь идеальнее. Но у нас появилась другая проблема. Теперь не видно нашего экструда внутрь. Это происходит потому, что Шерингвраб действует на всю модель. А нам надо, чтобы он не действовал на это отверстие. Тогда, пока отключу, выделю этот объект. Режим редактирования. Пока отключу SubDiv. И выделю вот это кольцо. Но обязательно его выделяйте в режиме точек. Это супер важно. Иначе у вас ничего не получится. Еще раз. Выделяю. Нажимаю Ctrl-I. Это команда инверсии. Она позволяет выделить все. Наоборот. Теперь вкладка Data. Плюсик. Assign. Задаю группу точек, на которой будет действовать Шерингвраб. То есть я исключаю вот эти точки. И теперь в Шерингврабе я выбираю Vertex Group. Выбираю нашу группу. И смотрим. Что у нас получилось. Смотрим на Shading. И он, в принципе, идеальный. Посмотрим разницу. Шерингвраб отключаем. Получается более-менее ровно. И на Fixie нужно SubDiv немного добавить. Так будет ровнее. Вот такой результат у нас получился. Спасибо, что посмотрели видео. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok